Доброе утро, друзья мои! Меня зовут Юля. Добро пожаловать на нашу фотографическую кухню. Сегодня мы с вами будем делать вот такой очаровательный мини-букетик из сухих растений. Я беру разные сушености, которые нашла во дворе и сохранила там с подаренных букетов, бывших. В целом набор растений может быть любым. Главное здесь соблюдать несколько определенных принципов. Во-первых, нам нужна основная одна ветка, желательно пирамидальной формы. Потом две структурные веточки. И здесь очень хорошо подойдет самая обычная туя. Мы закладываем их с двух сторон от нашей центральной ветки. Две объемных веточки. Это может быть любая в меру пушистая трава. Дальше несколько основных героев. Вот в частности здесь мы будем использовать колоски лагуруса. Тут надо сказать следующее. У нас принято в качестве основных цветов брать их нечетное количество. И очень похоже на то, что в Европах и Америках наши приметы не работают. Потому что если вы посмотрите Пинтерест, то увидите на фотографиях в основном четное число цветов. Это и для букетов, и для растений вази. Это 2, 4, 6. Возможно, это связано с тем, что четное число дает более правильную, интересную композицию. Его легко уравновесить. Как в симметричных, так и в асимметричных букетах. Вот в частности мы здесь будем использовать 4 колоска. И в качестве последнего аккорда добавляем на передний план веточку сухой гипсофилы. Гипсофила всегда эффектна. В месте перехода стеблей цветы начинаем стягивать их толстой холщовой нитью. И вот здесь нить надо наматывать аккуратными ровными веточками, плотно укладывая их рядом с друг другом. Вот так прям ровно, без пробелов, примерно 1-1,5, у меня здесь где-то 1,5 сантиметра. И потом, не жалея, обмазываем эти веточки клеем ПВА. Клей можете использовать неразбавленный, можно капнуть туда немного воды. Я чуть-чуть разбавляю для пластичности. Ну все, нам остается обрезать оставшиеся хвостики нити и подровнять стебли. Высота стебли должна быть приблизительно на четверть выше высоты цветов. Ну вот, примерно так. Наш букет готов. Посмотрим, как он украсит, например, крафтовую подарочную коробку. Видите, вполне симпатично даже в таком быстром варианте. Привяжем его к основным нитям подарка. И добавим к нему крафтовую бирочку, на которую можем написать любой текст. Такие бирочки, они сами по себе очень декоративны. Ну и при добавлении текста мы получаем такой мощный дизайнерский эффект, такую точку. Давайте посмотрим, какие варианты декора мы можем применить на базе нашего букета. Возьмем плотный шпагат и оплетем стебли почти по всей их длине. Тоже оплетаем очень аккуратно, кладем виток за витком. Внимательно следим за тем, чтобы не было каких-то ненужных петель, переплетений, там каких-то дырок, я не знаю, чтобы все было ровненько. Обрезаем шпагат, подгибаем кончик, держим его пальцем. И тоже все хорошо промазываем клеем и приминаем пальцами. Смотрите, фактически мы получили самую настоящую бутоньерку. Опять украсим ее коробку и можем оставлять прямо в таком виде. Но мы добавим романтики. Кружево. Нежное, натуральное. Видите, вот здесь оно немного кантри. Кружево ароматизирует все. Кладем коробку на середину отрезанной кружевной ленты. Обматываем поперек и закладываем виток вокруг основной нити коробки и вокруг букета. Здесь четкой схемы нет. Делайте все это произвольно. И следите за тем, чтобы все переплетения выглядели бы аккуратно и без ненужных излишеств. Завязываем обычный одинарный узел. Расправляем концы кружева. Ну, как видите, все довольно мило. Теперь попробуем еще один, но другой вариант с кружевом. Теперь кладем коробку не посередине кружевной ленты, а немного смещаем ее к краю. Видите, в центре встретились концы разной длины. Коротким концом закладываем виток за букет и нитку коробки и оставляем его в покое. А с длинным концом начинаем приключаться. Сейчас наша задача обвить им стебли букетика. Прямо вот по холщовой нитке и обвиваем. Тоже все делаю аккуратно. Следя за тем, чтобы не было неровностей, перекосов, поправляем кружево, осмотрим, чтобы оно перекрыло все это, перекрыло и саму холщовую нить, и нить коробки. Ну, если нужно, промазываем клеем. Следующий вариант, он тоже романтический. Привяжем наш букетик к нитям коробки вот такой вот легкой шелковой ленточкой и сделаем самый обычный, такой небрежный бант. Расправим концы ленты. Видите, все очень просто и декоративно. Мы можем оставить все так, как есть, но мне все-таки хочется добавить текст. Приклеим на двусторонний скотч, распечатанный на крафтовой бумаге, фразочку какую-нибудь или имя, или пожелание. Ну, что вы сочтете уместным случаем. У меня здесь вообще какая-то бракадабра, но все равно текст это то, что здесь надо. Видите. Ну, и последний декоративный прием. Украсим наш маленький букет по-взрослому и добавим бумажную упаковку. Берем лист папиросной бумаги, сворачиваем оба его края, чтобы получилась трапеция. Кладем на этот лист наш букетик и начинаем легко пальцами приминать бумагу. Эта папиросная бумага, она замечательная, очень пластичная, приминается легко и дает вот такой вот замечательный результат. Обвяжем упаковку холщовой нитью, в этом случае я не буду ее заклеивать, а завяжу обычный двойной узелок, пусть болтаются эти ниточки, и тщательно расправим все неровности бумаги. Думаю, вы согласитесь, что такой подарок гораздо интереснее бывшего недавнего полиэтиленового безумия. Кроме того, такой мини-букетик сам по себе может быть замечательным подарком. И такой, знаете, как память о событии, и как декоративный элемент интерьера. Благодаря своему цвету, форме, фактуре, он выглядит очень трендово. И мы легко можем использовать его для создания стильных фотографий. Например, если вы кондитер, или производите что-то для дома, там посуду, свечи, крема, мыло. Или если вы работаете в сфере бьюти, ну там, не знаю, нейлмастер, лашмастер, эпиляция. Если вы за натуральное, за естественное, за экологичное, то вам такой букетик очень даже подойдет. Здесь вы найдете ссылку на урок о том, как можно сделать качественные снимки на телефон. Пусть и ваша жизнь, и ваши ленты будут красивыми. Если это видео было для вас полезным, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо. Пока.